Здравствуйте, товарищи! Сегодня видео сонливость после еды. Что не так? Как вернуть былую энергию и бодрость? Такое состояние, когда после обеда хочется спать, называется постпрандиальной сонливостью. Дословно означает вялость после еды. Каковы же причины такого состояния и как вернуть былую бодрость? В наши дни возраст, когда появляется сонливость и усталость после еды, снижается. Уже подростки истощены неправильным питанием и другими вредными факторами среды обитания, то есть образом жизни. Да, конечно, причин сонливости после еды несколько. И обо всех главных я сейчас расскажу. Одна из них, не самая главная, но частая, вы банально переели. Что же происходит тогда? Кровь от головного мозга приливает к кишечнику. Кровоток в головном мозге уменьшается. Кислорода в крови и мозге становится меньше, как и сил. То есть энергии на физические движения и работу головного мозга попросту не остается. Еще одна причина в недостаточной выработке желудком соляной кислоты и фермента пепсина. И это устраняется нормализацией питания и приемом перед едой натурального гостовского яблочного уксуса по 1-2 столовых ложки на треть половину стакана воды, о чем я уже много раз говорил в своих лекциях, главный из которых яблочный уксус. Тогда будет меньше вздутий, несварений и, конечно, больше энергии. Другие причины в качестве видов продуктов и в типе питания с высокоуглеводистой диетой. Сахар – главная причина. Сахар плюс белок, то есть первое, второе, третье и компот, как говорится, вот самое вредное, что может быть. Не смешивайте вместе несовместимую и трудно перевариваемую пищу. Посмотрите мое видео «Раздельное питание», по ссылке оставлю под видео. Но сейчас о самом главном, о сахаре. То есть у глюкозы и фруктозы, которые содержатся в тех или иных продуктах питания, чем больше, тем хуже. Люди в основном ведь это сейчас и едят, то есть высокоуглеводистую пищу с высоким гликемическим индексом. А теперь проблемы молодеют, так как с детства люди так едят неправильно. При этом мало двигаются, еще добавляются другие вредные факторы, поэтому молодеет такое состояние. Итак, со временем возникает у любого человека сейчас в наши дни инсулино-резистентность. Вы едите пищу с, казалось бы, самым известным, но не единственным источником энергии – сахаром, глюкозой, фруктозой. Но это топливо в клетку не поступает. То есть проводник глюкозы, гормон инсулин, уже не может это сделать. И клеткам банально не хватает энергии, и потому возникает усталость. И именно так и потому возникли идиотские поговорки, отражающие прямое следствие стандартного вредного питания большинства людей, которые они считают за норму и естество, так как привыкли так питаться. После сытного обеда полагается поспать. Ужас! Если после еды вы хотите спать, вы не то едите. Пища должна давать энергию, а не забирать ее. Да-да, именно такая еда, после которой вы хотите спать, отнимает энергию, так как на переваривании пищи тоже нужна энергия. А потому повышенная глюкоза и инсулин в крови вызывают усталость, и человек хочет спать, чтобы получить хоть какую-то энергию, сэкономив ее от естественного бодрствования. Если у вас еще нет инсулинорезистентности, вы, допустим, очень молод еще, но вы съели за раз много сладкого, у вас в крови вырос инсулин, его вырабатывается всегда больше ежеминутной надобности, так сказать, с запасом, с пролонгированным действием, и тогда в крови понижается сахар ниже нормы, всегда чуть ниже нормы. Возникает гипогликемия, и она приводит к упадку сил. То есть опять причина в сахаре. Тогда вы снова хотите есть сладкое, возникают некие качели, ведь сахар это наркотик, по сути. И опять сахар в крови резко поднимается вверх, возникает уже гипергликемия. Тогда поджелудочное железо опять синтезирует больших количеств гормон инсулин в попытках снизить сахар в крови. И сахар поначалу действительно снижается, но уже от раза к разу таких качелей все в меньшей-меньшей степени. А со временем, у кого-то через месяцы, у кого-то через годы, сахар почти уже и не снижается, сколько бы поджелудочная железа не вырабатывала гормона инсулина. Тем более, что и у нее есть свои пределы. А не снижается сахар уже потому, что клетки организма становятся гормону инсулину уже невосприимчивы. Это состояние называется инсулинорезистентностью. Посмотрите обязательно об этом состоянии подробное, важное мое видео, которое так и называется «Инсулинорезистентность». Ссылку оставлю. В итоге, мало топлива для клеток и тканей организма, в том числе мозга. Зависимость от сахара и еды в целом. Жажда перекусов, как показатель инсулинорезистентности. Или уже преддиабета. Дефицит многих нутриентов. Воспаление. Болезни ЖКТ и печени, а то и почек. И вот уже сахарный диабет второго типа, о котором многие не подозревают, пока совсем плохо не становится, потому что сахар просто зашкаливает, что и показывают анализы, если их взять, сделать правильно и вовремя. И для многих это становится шоком. А причины банальные, о них я сказал вот буквально за несколько минут. Итак, подведем итоги. Враг номер один – сахар в продуктах питания. И чистый, разумеется, тем более. Стрессы и плохой, недостаточный сон крадут энергию. Перекусы отбирают энергию. Нужно, необходимо просто интервальное питание, то есть так называемое интервальное голодание 6-18 или 4-20. Посмотрите мое видео «Интервальное голодание». Ссылку оставлю. Не переедайте. Вечером, на ночь не ешьте категорически. Переход на низкоуглеводистый тип питания – самое правильное решение. Например, веганское кето-питание. Уберите обязательно кофе, не пейте его, оно безумно вредно. У меня было об этом видео. Кофе истощает организм и маскирует метаболический синдром, не говоря уже о акриламиде и других проблемах. Не надо создавать кофе и другими энергетическими, тем более напитками, так называемыми видимость получения энергии. Вы ведь истощаете последние свои резервы организма. Они очень большие у людей, но не вечные. Обязательно принимайте витамин D3, только натуральный. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты и ПКДГК. Коинзим Q10. Посмотрите о них мои видео. Применяйте натуральные препараты профессора Исаева. Видео о них я оставлю. Обязательно хлореллу, спирулину. Это концентраты питательных веществ и энергии. Утром пейте только теплую воду, ничего более. Лучше водородную. Она даст энергию и защиту, так как сильный антиоксидант. Ну что ж, обо всем об этом подробнее и о многом другом я оставлю вам важные ссылки под этим видео. Непременно загляните туда сейчас, посмотрите их. Ну а теперь досмотрите еще две минуты, особенно те люди, кто у нас еще ничего на нашем сайте nadgard.ru не покупал. И те люди, кто смотрит это мое видео, находясь и проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.